Всем привет! Посылка из Китая, Алиэкспресс. Значит, чем интересна эта посылка? Интересна тем, что трек-номер данный не отслеживается. То есть он отслеживается, если его вручную вбить на сайте отслеживания. Но из список заказов, которые я делал, такого трек-номера нет. То есть товар, как бы указан, IP-камера. Реально я заказывал. Висят в заказах у меня камеры. Но именно этого трек-номера нет. Странное дело. Не знаю, пока я не пойму, что китайцы чуданули. Распакую сейчас. Посмотрю, что за камера. Если реально камера та, которую я заказывал. Ну, дальше буду смотреть. Я не знаю. Те трек-номера, кстати, которые даны на камеры и отслеживаются. По этому трек-номеру камера уже ко мне прибыла. Все. А по тем трек-номерам, ну, посылки еще идут. Вот что интересно. То есть, понятно, что можно здесь за невнимательность китайца наказать. Еще и на хорошую такую сумму. Так. Ну, коробка, как видите, вот. Такая. А, ну, камера. Камера, ту, которую очень долго отправлял китаец. Очень долго отправлял. В последний день отправил там ее. В заказах она долго висела. Еще плюсы перепутал трек-номер, я так понимаю. Или два их дал. Вот что-то непонятно мне. Значит, что за камера? Камера одна из дешевых IP-камер. Двух-мегапиксельных. Как заявлено, два мегапикселя. Ну, видите, все цивильно нормально упаковано. Вот такая камера. Как заявлено, два мегапикселя. Корпус пластиковый. Крепление пластиковое. Пластик толстый. Разъем интернет. Данные и питание. Кобелек длинный такой. В комплекте муфта герметичная, которая герметизирует вот данный разъем. Ну и диск с драйверами, которые можно использовать, которые можно и не использовать. Так, тут, наверное, выход уже в литье. Просто вот в корпусе сделан под Wi-Fi антенну. Ну, так как камера без Wi-Fi, поэтому антенны нет. Я так понял, есть вариант с Wi-Fi модулем. Такие камеры. На наклейке указана информация по камере. Производитель SMART. 1800P HD IP камера. По идее, должна быть Full HD. Скорее всего, ближе она к 1,3 мегапикселю. Ну, посмотрим. Модель ее. Питание 12 вольт. И объектив 3,6 мм. IP-адрес заводской, по умолчанию, 192.168.1.10. В общем-то, вся информация для настройки у нас есть. Удобное вот это вот крепление. Джойстик такой вот для настройки камеры на месте уже. Ну, все это пластик. Ну, и первым делом нужно проверить работоспособность камеры. Перед тем, как заглядывать, что внутри, проверять там на процессоре радиатор. Камера идет без блока питания, поэтому учтите сразу, если у вас нету блока питания, сразу можете у того же продавца и заказать блок питания. Или же выбирайте на сайте подешевле, где найдете. 12 вольт, 2 ампера. На одну камеру вот такой блочок питания. Включаем в сеть его 220. И тут все элементарно. Кто знает, тот хорошо. Кто не знает, смотрите. Камера запитана. Через какое-то время произойдет щелчок в камере. Ну, это первые признаки, что камера живая. Щелкает по-разному. Бывает четкий, отчетливый щелчок. Бывает не совсем слышно. И в разъем интернет подключаем интернет-кабель. Засветился зеленый индикатор. Камера подключена к питанию. А другой конец интернет-кабеля подключаем в компьютер или в ноутбук. Вынимаем интернет, который подключен к интернет-линию. И включаем второй конец с камеры. Конец интернет-кабеля. Подключили. И далее переходим на компьютер. Видим значок доступ без интернета. Наводим на него и кликаем правой клавишей мышки. Открываем центр управления сетями с общим доступом. Наводим на изменение параметров адаптера. и кликаем два раза. Открывается другая страница интернет-неопознанная сеть. Правой клавишей мышки кликаем. Нажимаем свойства. Открываем левой клавишей. Опускаем самый низ. Выбираем протокол интернета версии 4. Выделяем его левой клавишей мышки. И нажимаем свойства. здесь левой клавишей выбираем использовать следующий IP-адрес. И вводим к примеру 192.168.1.12. по умолчанию интернет IP-адрес нашей камеры 192.168.1.10 192.168.1.10 тут мы введем как основной шлюз IP-адрес камеры. Нажимаем ОК и закрываем все эти окна. Открываем интернет-эксплорер и в поисковой его строке вводим IP-адрес нашей камеры. То есть по умолчанию которой. Открывается страница входа в веб-интерфейс камеры. Меняем язык. Стоит язык китайский. Выбираем русский. Имя пользователя по умолчанию админ. Пароль пустой. По умолчанию пароль пустой. Нажимаем вход. Основной поток. Так все оставляем. И видим картинку с камеры. Можно расширить картинку. Вот камера сейчас смотрит на окно. Поэтому немного такое засветление так сказать ей матрицы из окна свет. Яркий. вот. Картинка вполне приемлемая. Блин. Ну классная картинка. Ожидал я думал хуже будет. Ну как бы на первый взгляд не скажу я что именно те отличные 2 мегапикселя. но тут я уже сравниваю наверное с камерой с матрицей сони. Там конечно изображение получше. Но я вам скажу вполне вменяемое изображение за такую цену. Классно. Классно. нормально. В помещении в котором освещение опять же не такое как на улице но и то камера себя нормально показывает. Так как у меня другая подсеть и я хочу чтобы эта камера у меня была в домашней сети мне нужно сменить IP адрес. Нажимаем устройство. Открывается окошко. Нажимаем на звездочку на шестеренку и выбираем сеть. Вот мы видим IP адрес который сейчас присвоен камере и просто меняем его. Меняю подсеть 0 и ставлю другой IP адрес потому что у меня вот этот свободный на данный момент. Можно включить автоматическое присвоение IP адреса. Это если у вас не будет конфликтовать ни с каким или вам не нужен просто конкретный IP адрес присвоенный можно включить автоматическое присвоение IP адреса камере. Но при каждом включении выключении перезагрузки камеры выключение ее от питания будет ей присваиваться другой IP адрес. Поэтому если вам нужен конкретный если вы хотите привязать камеру к видеорегистратору или же пробросить порты то нужно присваивать ей конкретный IP адрес. В общем то все можно чтобы не было конфликтов поменять HTTP порт нажимаем ОК секундочку шлюз тоже меняем подсеть ОК Камера должна быть перезагружена автоматически после замены IP адреса закрываем выходим сворачиваем на секунду интернет-эксплорер подключаем камеру выключаем кабель камеры из компьютера и подключаем его в роутер или же ваш свитч есть интернет кабель подключаем на место в компьютер и та же самая процедура изменение параметров адаптера заходим в настройки сети все то же самое и выбираем получить ip адрес автоматически все это дело сохраняем закрываем интернет есть все работает открываем опять интернет-эксплорер и в поисковой строке вводим уже другой ip адрес который мы присвоили камере 122 наклонная черта и вот так запрашивает настройку веб-актив иксов разрешаем разрешаем опять переставляем язык после этого он уже запрашивать язык у нас не будет админ пароль пустой пока и готово мы видим камеру в домашней сети по заданному ip адресу также если имеется у вас видеорегистратор и в него вот объединены все камеры и вы хотите добавить вашу камеру также можно все это проделать камера имеет протокол он вив по которой она подвязывается к видеорегистратору и вот в поисковой строке у нас появилась наша камера с ip адресом вот 122 добавляйте в свободное ее окно если оно имеется и камера у вас будет в сети видеорегистратора камера имеет прошивку xmi поэтому смело можно ее легко и непринужденно вот привязать к приложению просматривать ее с приложения xmi или matrix touch про которые вам рассказывал список устройств камера нажимаем и вот видим картинку с камеры на мобильном устройстве удаленно также через мобильный интернет из любой точки мира как добавлять как добавлять ну многие уже знают как добавлять добавить устройство прописывайте имя устройства имя устройства можете сами придумать желательно сюда вводить серийный номер серийный номер камеры взять можно нажав в веб-интерфейсе камеры устройство информация и версия версия и чуть выше у вас будет сериал айди переписывайте его и вносите в настройки в добавление потом прописывайте порт http порт дополнительно если вы уже установили имя пользователя и пароль прописываете и нажимаете ok и устройство у вас будет в списке в списке устройств нажимаете и авторизуется буферизация и устройство есть пожалуйста теперь можно посмотреть что внутри камеры разобрать ее заодно при случае установить один из радиаторов на процессор камеры так корпус пластиковый поэтому здесь саморезы но пока как бюджетный вариант камера вполне таки отличная отличный бюджетный вариант еще позже стемнеет чтобы не делать искусственно ночь сделаю я картинку по ночному как камера видит ночью это тоже немаловажно передняя ее часть вот черная именно говорит о том что как бы приспособлена камера к ночному видению вот эта часть не дает отблесков от икодиодов икодиодов в достаточном количестве так крышка снялась теперь вот своеобразная конструкция такая так здесь держится просто фиксировалась на одном саморезе ну вот в общем то и вся все устройство вся система значит места достаточно можно свободно снабдить у кого руки чешутся камеру вайфай модулем вайфай модулем и вот вставка для вайфай антенны все можно сделать это своими руками докупив кому интересно мне вайфай не интересен поэтому я этим не занимаюсь у меня все по проводам так ну сколько вот камера проработала в серьезное время ну процессор практически не греется чуть тепленький при том что 25 градусов в помещении практически не нагревается но все равно имеются вот такие у меня радиаторы маленькие тоже приобретал на алиэкспрессе все есть там в общем-то имеется термоклей термоклей хороший кстати термоклей держит намертво и отводит реально отводит тепло хорошо немного его здесь нужно раз лопаточка тоже в комплекте все удобства короче китайцы нам обеспечивают наносим тонким слоем протираем протираем перед этим процессор так и тут нужно смотреть камера будет у нас вот так чтоб ребра радиатора были в таком вот положение что тепло выходило через ребра вверх поднималась а ребра не служили сопротивлением для отвода тепла все через некоторое время можно камеру собирать в общем то но можно дать отдохнуть чтоб проконтролировать чтоб радиатор не съехал но я думаю он уже не съедет будет держаться клей засыхает где-то в течении ну в течении часа заменю 1.3 мегапиксельную камеру которая вот видите картинка с нее живое видео поставлю вот эту 2 мегапиксельную я уже отнес ее туда и сравним картинку видео значит это 1.3 мегапиксель установлю 2 мегапиксельную и сравним так готово камеру заменил та же самая картинка видно что цветность чуть лучше контрастность лучше чуть не намного шире угол как поближе предметы ну как бы большого отличия слишком большого отличия от вот этой разницы между той камерой и вот этой 1.3 мегапиксельной кстати это одни из первых IP камер которые я покупал до сих пор все работает ну особо большой разницы как бы не видно но все равно я вам скажу видно что получше получше объектив в этой камере установлен нету никаких смыливаний по углам размытий четкая картинка на всей плоскости на всей площади ну отлично за такие деньги вообще супер ждем темноты и покажу вам уже с компьютера реальную ночную картинку заходим на камеру стемнело уже 21.36 так пароль и вот ночная картинка значит еще ничего по цвету не регулировал по яркости все в стандарте тут уже можно подстраивать смотря все индивидуально в какая в каком ну в данной в какой ситуации находится ваша камера вот в моей ситуации видно виноград виноград немного заслепляет то есть отсвечивает ика подсветку поэтому можно взять нажать цвет выбрать вот ночная регулировка инфракрасный в свою очередь и добавлять уже или контраст или яркость уже по вашей ситуации можно все это просматривать видно что картинка засветляется светлее становится можно добавить четкости при максимальной четкости видно немного появляются шумы ну в общем-то не критично вообще ночная картинка вот как по мне то ночная картинка отличная могу даже сказать классная нету никаких засветов от ика диодов многие камеры страдают такой проблемой именно из-за корпуса засвет идет и получается такой ореол по краям или же сверху или же снизу белый ореол то есть картинка наполовину можно сказать засвечена испорчена смотрите в данной ситуации все четко все четко видно в общем-то все классно это без всякой дополнительной подсветки ну вот тут горит дальше там метрах наверное в 15 лампочка 3-х ваттная светодиодная ну большой погодой она не строит но как вы видите все отлично видно и в темных местах все тоже хорошо видно вполне приемлемая камера за доступные деньги переходите по ссылке ссылку оставляю отзывы от ней отличные люди пишут что нормальная камера покупаются еще и по нескольку раз поэтому цена цена вполне адекватная за именно за такое вот качество и качество вполне адекватное корпус может желает быть лучшим но опять же все покажет время первые впечатления о камере нормальные на сегодня все подписывайтесь на мой канал переходите по ссылочке на камеру приобретайте я думаю не пожалеете всем удачи и до следующих видео